В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если касается северо-западного округа, то здесь лидируют Ленинградская, Мурманская и Вологодская области. В Поморье доля затрат на коммуналку составила 8,59% от общего числа доходов северян. Этот показатель ниже среднего по стране и является одним из самых низких на северо-западе. Меньше платят только жители Калининградской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжается ремонт главных городских магистралей. Сегодня речь пойдет о строительных работах на Краснофлотском мосту. Подробности у Инги Швецовой. Ремонт дорожных артерий всегда остается одним из основных направлений в работе городской власти. В этом году приоритет отдан дорогам с максимальной нагрузкой автотранспорта. Одна из таких – спуск Краснофлотского моста. Дорожное полотно на этом участке сильно износилось, ведь Краснофлотский мост связывает Архангельск с трассой М-8, а значит, на него ложится основной грузопоток. Специалисты предприятия «Аркомхоз» и «Аксум» вдохнули новую жизнь в дорожное полотно, обновив его текущим ремонтом. Сфизирован верхний слой асфальтобетонного покрытия, потому что износ был грандиозный. Физирание выполнено на площади 6200 квадратных метров. Всего на проведение текущего ремонта дорожного полотна Краснофлотского моста из городской казны было выделено 5 миллионов рублей. Однако этой суммы недостаточно. Мэр Виктор Павленко ведет переговоры о передаче сооружения в федеральную собственность. Средств у города не хватает, потому что колоссальные, очень большие объемы. Значит, здесь есть разводная часть, здесь есть все развязки. Его нужно капитально ремонтировать. Процесс передачи такого важного стратегического объекта, как Краснофлотский мост, достаточно длительный. Поэтому в 2015 году городским властям придется эксплуатировать мост самостоятельно. На проведение поддерживающего, а в перспективе капитального ремонта необходимы крупные финансовые вложения. Ну а пока муниципалитет делает все возможное, чтобы привести самые проблемные участки в порядок. Инга Швецова, Алексей Шершов, Панорама Севера. В Архангельске благоустраивают и Красную пристань. Ее причалы были построены еще в начале прошлого века. С тех пор ремонт сооружений проводили всего два раза – в конце 20-х годов и в начале 60-х. Новая реконструкция причалов началась только в 2005 году. И вот на набережной снова кипит работа. Красная пристань – один из исторических памятников Архангельска. Отсюда издавна отправлялись в экспедиции полярные исследователи. Здесь город принимал таких почетных гостей, как крейсер «Аврора» и «Баркседов». В начале 20-го века наши предки возвели берегоукрепительное сооружение из деревянных плетей. За более чем 100-летнюю эксплуатацию они пришли в негодность. В 2005 году начались работы по реконструкции причалов. Для их усиления была установлена шпунтовая стенка. Остался последний штрих – благоустройство. Завершение работ предусмотрено в размере 40 миллионов рублей. Это деньги областные. Губернатор поставил такую задачу – завершить этот долгострой в этом году с целью того, чтобы привлечь в том числе и туристические организации. Сейчас строители готовят основания для асфальтирования причалов. Кроме того, необходимо проложить ливневую канализацию, доделать ограждения. А на этом гранитном выступе в будущем планируется установить монумент. Здесь запроектированы и запланированы работы по укладке асфальта, по укладке брусчатки. Это окончательно финишная уже отделка набережной. Приведена до этого огромная работа по укреплению берега. То есть наша задача – закончить и привести это, сдать в эксплуатацию уже для горожан. Срок завершения работ – 31 октября. Горожане еще могут успеть погулять по обновленной Красной пристани до наступления холодов. Красная пристань теперь будет напоминать набережные Санкт-Петербурга. Она облицована гранитом и здесь есть два спуска к воде, почти как в северной столице. Однако все старания строителей сводит на нет многострадальная шхуна «Запад». Слишком контрастирует ее вид с красивыми парапетами, новой брусчаткой и изящной кованой оградой. Сейчас в правительстве области решается вопрос о восстановлении шхуны «Запад» с привлечением внебюджетных средств. Надежда Лебедева, Алексей Шершов, Панорама Севера. Сегодня в Архангельске стали известны подробности программы грядущей Маргаритинской ярмарки. В этом году она традиционно пройдет во Дворце спорта и на прилегающих к нему территории с 19 по 21 сентября. Чем удивит Маргаритинка, на этот раз расскажем в нашем следующем сюжете. Маргаритинская ярмарка не просто главная визитная карточка торговой и экономической жизни по море. Это живая история и культура Архангельска, первого европейского порта страны. В 2014-м традиционная программа ярмарки сохранится. Торжественная церемония открытия состоится 20 сентября в 11 часов. Однако уже в пятницу, 19 сентября, во Дворце спорта профсоюзов и прилегающей к нему территории начнут работу торговые ряды и бизнес-центр, где будут проведены 10 обучающих семинаров и 5 круглых столов. В этот же день объявят победители конкурса «Лучшее предприятие года». Мероприятия деловой программы пользуются достаточно высоким спросом. И в целом количество человек, которые мы ожидаем на площадках деловой программы, составляет около 500. Что касается географии участников, то в этом году самый крупный региональный торговый форум обещает стать и одним из самых масштабных. Архангельскую область представит около 200 предприятий. Также плоды своей деятельности продемонстрируют 37 субъектов Российской Федерации. Ожидаем свежую рыбу, будут развернуты целые рыбные ряды, мясные продукты, овощи, мёд, российский пасек, ягоды, естественно. 2014-й объявлен в России Годом культуры, а потому организаторы ярмарки уделили особое внимание культурной части программы. Она обещает быть насыщенной. Пятилетний юбилей отметит фестиваль народного творчества «Маргаритинские смотрины». А кроме того… В культурной программе примут участие более 350 человек из 16 районов и городов, в том числе 67 мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, 22 народных и образцовых коллектива. И ещё один важный момент, о котором рассказали организаторы. В этом году во время работы «Маргаритинской ярмарки» Троицкий проспект будет открыт для движения транспорта. Инга Швецова, Владимир Орлов, Панорама Севера. Студенты и преподаватели колледжа телекоммуникации отметили начало нового учебного года визитом на территорию Архангельской телебашни. В районе посёлка Дамба побывала и наша съёмочная группа. Эти ребята с первых дней обучения уже делают и первые шаги в профессию. Ведь они поступили в Архангельский колледж телекоммуникации. Прославленное учебное заведение – образовательный процесс, в котором максимально приближен к условиям будущей работы студентов. Сегодня на базе Архангельского областного радиотелевизионного передающего центра первокурсников колледжа посвятили в радисты. Здесь они наконец увидели оборудование и технологии, нюансы которых им предстоит постичь. Впрочем, часто ездить сюда им не придётся. Всё необходимое есть и в самом колледже. Между прочим, филиале Санкт-Петербургского университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича. Наш колледж развивается. Мы организуем новые лаборатории. Лабораторию цифрового и эфирного телевидения в этом году запускаем официально. Больший уклон даётся практическим навыкам и компетенциям, чтобы эти ребята, придя на производство, уже непосредственно могли работать с оборудованием. Ребята востребованы будут однозначно. С обретением звания радиста первокурсников поздравил и их старший товарищ, призёр Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Телесфера-2014» Владислав Гриневич. Он передал ребятам специальный кубок, своеобразную эстафетную палочку, которую они понесут на протяжении четырёх увлекательных лет обучения. Как думаешь, они правильно поступили, что выбрали именно этот колледж? Как сам я поступил, я не пожалел об этом. За это время я получил много практического навыка, теоретического материала. То есть люди, которые преподают нам, это люди высокой квалификации. Перенимать знания и опыт от профессионалов своего дела будут 70 первокурсников, в том числе и Евгений Томилов. Я считаю для себя, что это очень прогрессивное занятие, ну и широкий спектр выбора профессий для себя в будущем. Плюс ещё у меня много знакомых заканчивали этот колледж, ну и родители тоже поспособствовали. Посоветовали сюда пойти, потому что здесь очень хорошее место. Евгений Томилов, как и многие другие первокурсники, поступил в Архангельский колледж телекоммуникации с прицелом на получение в дальнейшем высшего образования в головном вузе. Всем желающим ничего не мешает сделать это уже сейчас. 17 сентября заканчивается приём документов в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации. Вас ждут бюджетные места и заочная форма обучения, в том числе с элементами дистанционного. А значит, возможность получить высшее образование без отрыва от работы. Алексей Карельский, Руслан Симушин, Панорама Севера. День программиста празднуется в России на 256-й день года. Число выбрано потому, что это количество целых чисел, которые можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. Насколько архангелогородцы являются продвинутыми пользователями компьютерной техники и интернета, узнаем из нашего традиционного опроса. Работаем, потому что используем как печатную машинку в основном, конечно, и новости, да, и общаемся с родственниками, с близкими, с друзьями. А общаюсь с друзьями, родственниками, все далеко живут, да, письма пишу, фотографиями обмениваемся. Хочу стать художником, когда вырасту. Ну, и я набираю сайты, учусь рисовать с компьютером и вопросы задаю интернету. Узнать, например, новости, также узнать, поиграть, естественно, посидеть в контактах с одноклассниками, ну, узнать какое-то интересное, что, например, не знаешь в Яндексе посмотреть. Мне компьютер в основном нужен для работы, то есть я занимаюсь и программированием, и в частности перепиской с иностранцами, поэтому в основном как почту использую. Далее в выпуске новостной дайджест, коротко о главном. Архангельск начали подключать к теплу. В первую очередь его дали в дома жителей Соломбальского и Северного округов. Сегодня начнется подключение домов в округах Варавино-Фактория и Майская горка. Всего подключение отопления в областном центре займет около недели. И по плану должно завершиться 21 сентября. Сотрудниками Котловского отдела экономической безопасности выявлена незаконная вырубка леса на территории Слободчиковского сельского лесничества. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности криминальных лесорубов составил около 19 миллионов рублей, а объем незаконно заготовленного леса превысил 3000 кубометров. В совершении преступления подозревается 47-летний индивидуальный предприниматель. Как стало известно, с марта по май 2014 года мужчина с помощью бригады осуществлял нелегальную порубку елей, сосень, березы и в дальнейшем продавал заготовленную древесину. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование продолжается. Министр экономического развития и конкурентной политики Архангельской области Ирина Гладышева займет пост директора высшей школы экономики САФУ имени Ломоносова. Сегодня на заседании областного правительства губернатор Игорь Орлов объявил благодарность Ирине Гладышевой за эффективную работу, направленную на развитие экономического потенциала региона. К исполнению новых должностных обязанностей она приступит в ближайшие дни. В предстоящее воскресенье Архангельск примет участие во всероссийском кроссе наций. Третье воскресенье сентября традиционно именуется всероссийским днем бега. По всей стране дается старт кроссу наций, массовому забегу, участие в котором принимают сотни тысяч россиян. В Архангельске сегодня начала работу мандатная комиссия по допуску участников к соревнованию. «В общей сложности на старт в Архангельской области должны выйти 7,5 тысяч любителей бега, любителей здорового образа жизни. Поэтому мы, пользуясь случаем, приглашаем всех жителей города Архангельска прийти и заблаговременно получить номера, зарегистрироваться. Для этого необходим паспорт, страховой медицинский полис и, значит, для учащихся это справка о состоянии здоровья, либо письменное согласие о том, что претензий по состоянию здоровья чего-то не имеет». Кросс-нации, как спортивное состязание, достаточно демократичен и направлен на единение народов нашей многонациональной страны. А потому каждый из нас может принять в нем участие, выбрав дистанцию, соответствующую уровню спортивной подготовки. Для детей это один километр, для взрослых четыре или восемь. Со своей дистанцией в кроссе уже определился Тихон Капустников. Он впервые решил принять участие в забеге. «Я выбрал для себя дистанцию четыре километра, решил сбегать. Я поддерживаю здоровый образ жизни, хочу, чтобы мое тело, организм был в тонусе. Мне нравится спорт, нравится бег. Буду аргетировать своих друзей, также пробежать со мной. Вот получил номер». Мандатная комиссия Кросс-нации работает ежедневно по 20 сентября, включительно в спортивном комплексе «Норд-Арена» с 13 до 18 часов. Александр Мамонтов, Руслан Симушин, «Панорама Севера». Котловский школьник Елисей Полуянов за особые достижения в настольном теннисе взят на обучение в частную детско-юношескую спортивную школу Архангельска. Этот учебный год талантливый спортсмен начал уже в областном центре. Чего хочет добиться Елисей Полуянов, выясняла Светлана Дейнека. «У меня есть цель выполнить мастера спорта, а дальше двигаться по лестнице спортивных достижений. Потом это, возможно, в будущем спортивная карьера. Ведь не каждому удается связать свою жизнь с тем, что ты любишь». В настольном теннисе Елисей с первого класса. Но не сразу понял, что любит этот спорт больше всего. В семь лет мальчишка ходил еще в секцию футбола и на танцы. Только спустя два года он сделал окончательный выбор. И, сосредоточившись на теннисе, стал показывать результаты. Это закономерным, считает его котловский тренер Александр Сухарев. Ведь талант у Елисея он заметил на первых же занятиях. «Когда он пришел еще в первом классе, был маленький такой, но очень умненький. Подвижный, целеустремленный. Видно, что глазки горят, парень хочет чего-то». Дисциплина, регулярные тренировки, поддержка родителей, постоянное участие в выездных соревнованиях добавили к природному дару Елисея технику и мастерство. Первое золото на областном чемпионате он взял в 10 лет. И после этого не раз становился победителем региональных турниров по настольному теннису и призером зональных. Лучший результат котловского спортсмена – 17-е место в общероссийском рейтинге юных теннисистов. «Все понимаем, что в Котласе дальнейший его рост невозможен мастерства. И с учетом того, что мы сформируем такую группу спортивную, мы его тоже пригласили здесь заниматься». Председатель областной федерации настольного тенниса Алексей Родин с этого учебного года реализует свой новый проект. Приглашается всей страны практически на полный пансион, таких же, как Елисей Полуянов, подающих надежды теннисистов. Клуб, в стенах которого работает спортивная школа, оснащен по высшему классу. Команда тренеров – 8 человек под руководством китайца мистера Лю Го Хуна. Он второй год живет в Архангельске. Каждый день по часу занимается русским языком и говорит – продвинулся мало. Но на занятиях с детьми полное взаимопонимание. Там общение идет на универсальном, профессиональном языке. У этого вида спорта в нашей стране великолепные перспективы, считает Алексей Родин. И ставит перед своим клубом и школой амбициозные задачи. «Цели, которые ставятся, это попадание кандидатами и членами в сборную Россию в разных возрастах. А так, на сегодня наши дети все являются чемпионами города, чемпионами и призерами первенства области, чемпионами и призерами первенства северо-западной зоны. И попадают в каждом возрасте по 2-3 человека на первенство России, где пока, к сожалению, занимают места в серединке». Для котловского спортсмена Елисея Полуянова дорогостоящая любовь Алексея Родина к настольному теннису помогла получить один шанс из тысячи. Он уже приступил к полноценным ежедневным семичасовым тренировкам в частной детско-юношеской спортивной школе Архангельска. Кто знает, может быть, наш юный земляк прославит Котлос и область, войдет в сборную России и станет когда-нибудь олимпийским чемпионом. Необычные соревнования прошли среди представителей ветеранских организаций регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. В чем состязались и кто победил, знает Инга Швецова. На сбор грибов участникам соревнований было дано три часа. Выбрав в качестве ориентира солнца, ветераны отправились на тихую охоту. Гостеприимный лес встретил активистов обилием даров. Подберезовики, волнушки, красноголовики попадали в корзинки каждому, кто изъявил желание провести этот день вместе с бывшими сослуживцами. Во-первых, конечно, потрясающая погода, нам очень повезло с погодой. Во-вторых, каждое мероприятие уже в предвкушении, уже даже с вечера, наверное, будет здорово, интересно, потому что сколько бы ни было выездов, масса впечатлений. Три часа пролетели незаметно, пришло время подводить итоги. С добычи вернулись все без исключения. Корзинки и кузова были наполнены доверху. Выезд сегодня по грибам, конечно, изумительные. Все отдохнули хорошо, поясы прогулялись, назначали свежим воздухом, природу посмотрели. Ну и, конечно, набрали грибов. Грибов уйма любых. От белых и кончая подберезовки, которые солить. В командный зачет шли два лучших личных результата. В итоге на третьем месте ветераны управления по конвоированию серебро у ветеранской организации СИЗО-4. А лучшими грибниками сезона были признаны ветераны следственного изолятора номер один. Инга Швецова при содействии Пресс-службы УФСИН России по Архангельской области. Сегодня в выставочном зале Союза художников начала работу выставка продажи меховых изделий с Кирова «Империя меха». Знакомилась с ассортиментом и наша съемочная группа. Изысканная норка, практичный мутон, шикарный каракуль, более двух тысяч моделей. Одним словом, «Империя меха». Широкий размерный ряд от 38-го до 66-го. Богатство ассортимента и достойное российское качество. Вот что привлекает покупателей. На выставке представлены изделия российских производителей. Это такие производители, как «Зимняя сказка» Елена Арс. То есть ведущие меховые производители России с историей, с традициями. Им доверяют. Испокон веков. Очень давно не существуют на рынке. На выставке продажи «Империя меха» можно подобрать зимнюю обновку всем, от мала до велика. Для малышей представлены симпатичные и очень теплые шубки из мутона. Для изысканных леди – шикарные норковые шубы. Остается только определиться с цветом и фасоном. На выставке представлены шубы как в классическом стиле, так и в экстравагантном. Дубленки всегда пользовались особой популярностью, как у мужчин, так и у женщин. На выставке «Империя меха» цены вполне демократичные. Мутоновые шубы за счет особой обработки меха долго сохраняют свой первоначальный безупречный вид, а также хорошо сидят по фигуре. Также модницы смогут подобрать для себя элегантный берет, меховую шапочку или стильный жилет. И обратите внимание, на выставке действуют специальные акции. Кроме того, сейчас у нас идет акция. Можно приобрести норковую шубу «Автоледи» за 44 900 рублей. И норковую шубу «Классика» длинную за 60 900 рублей. Также все мутоновые изделия представлены от 12 900 рублей. Выставка продажи «Империя меха» работает с 16 по 19 сентября с 10 до 19 часов. В выставочном зале «Союза художников» по адресу проспект «Советский космонавтов» 178. Выгодная покупка. Именно так можно сказать и о приобретении шубы с выставки продажи «Империя меха». Ведь хорошее меховое изделие послужит вам не один год и будет радовать холодными зимними деньками. Ведь недаром хороший мех сравнивают с мягким золотом. Елена Гончарова, Руслан Симушин, Панорама Севера. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка на 17 сентября доллар США 38 рублей 71 копейка, евро 50 рублей 6 копеек. И у меня на этом все. С вами была Лариса Истомина. Всем хорошего настроения и до встречи. Мы часто в жизни не замечаем, что счастье рядышком с нами и с яростным рвением ищем его с завязанными глазами. Ну что ж, а теперь о погоде. На 17 сентября среда. В Котласе пасмурно, без осадков и сильный ветер. Температура воздуха 9 градусов. В Плесецке облачно, 10 градусов. На термометре ветер умеренный. В Вельске температура воздуха плюс 10, слабый ветер и пасмурное небо. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром пасмурная температура воздуха 7 градусов, ветер слабый. Днем пройдет небольшой дождь, также пасмурно и ветер слабый. Воздух прогреется до 11 градусов. Вечером малооблачно, без осадков и плюс 6 на термометрах. Ночью ясное небо, так что можно полюбоваться на луну. Эти луны и ночи серых дней короче. Кто придумал их только для любви? Если только захочешь этой лунной ночью, Будем вместе мы только я и ты, я и ты. Увидимся с вами на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин